Девушки отдыхают 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 Вот, запись. Запись реального концерта в хорошем звуке. Послушайте, слова же другие. Тут есть слова. Самое интересное, что слова ничего не значат. Это финно-угорское ла-ла-ла-ла-ла. И не более главный. Ну, поехали. А как же я запущу? Респект, наверное. На чём? Ага, репетируем. Ага, репетируем. Ага, репетируем. Порежем на три части. Во-первых, потому что надо резать. А во-вторых, потому что у нас оператор будет рулить процессом. Историей теории и практики. Вот, осматривлюсь я. Осматриваем все теми. Я вот так же сам осматривался. И поэтому начнём с этого. Ну, начнём с простого. Чё это вообще такое? Тема настолько... Я продолжу мысль, которую я прервал под запуском вирусного звука. Тема настолько необъятна, настолько же и проста. Я постепенно пришёл к выводу, что всё, что вокруг нас происходит в рекламе, это вот оно самое вирусное и есть. Мы все пытаемся запускать вирусную рекламу. Мы все пытаемся всё, что делать, чтобы оно распространялось через вирусные каналы. Когда-то получается, когда-то нет. Идея, на самом деле, ну, проста до примитивности. Сделать штуку, которую люди будут сами выбалтывать друг другу, а потом попытаться на ней каким-то образом сделать деньги, вставить рекламу эту вещь. Все время спрашиваю клиентов, почему вы к нам обращаетесь. Ну, старались. Даже вводил это как процесс там. Каждого по телефону спрашивали там. Ну, вот цель я точно не даст соврать. Это самый гадкий вопрос там. Откуда вы нас знаете? И если человек реально спрашивает, откуда вы к нам обратились, его это бесит. Меня бесит. Поэтому я делаю, если есть такое замечание тем компаниям, которые спрашивают, откуда вы нас знаете. Но, тем не менее, когда я спрашиваю, мне отвечают, а? Цыганское радио. Вот Денисред. Ребятки, помните, любая реклама, которую вы запомнили, вы вспомните любую рекламу, которую вы помните. Это была вирусная реклама. Древняя нарезка древних галайновских роликов, но ничего хорошо. По этому дальше. История. Я не стал… Да нет, пока мы готовились, я все-таки показал самую древнюю вирусную рекламу, до которой я смогу добраться. Она не москальная. Но, там, люди, мои ровесники, старшие меня наверняка помнят это чудесное видео, когда танцующий младенец, уго-уго-уго-чака. Ох, ты не можешь не помнить. Помнишь? Не помню. Не помню. Ладно, покажу в перерыве. Но чуть-чуть современнее, то, что наверняка знают и помнят все, этот чудесный мопед, это редкий пример, когда рекламу никто не начинал, она началась сама. И, ну, матчань, да, человек пишет фотографию вот этого мопеда и пишет текст «Мопед не мой, я просто разместил объяву, там, цена такая, это реально киевский форум, мост и фуа». И начинается, ну, трэд, трэд уже до сих пор, его не выпилили. И, собственно, в чем Богма-то? Почему начался прикол? Это никто не замыслил как вирусную рекламу. Просто на снимке изображен мотоцикл, он назвал его в явлении мотороллером, ну, то есть проявив грубое незнание матчасти. Его начали троллить, в интернете это уже пошло под словом «мопед», и сейчас все говорят «мопед», хотя вообще на самом деле это мотоцикл, который был назван мотороллером. Буквально на первой же странице этого трэда дошли вот до такого креатива, его наверняка потом чистили, но все равно, что не страница, то первые. В общем, дошло до того, что это один из самых посещаемых был веток в этом форуме, его закрывали, переносили. Вот один из первых примеров. Но началось само, как я уже говорил. На самом деле герой этого, это реальный человек с ником Димака, его зовут Дмитрий, дошло до того, что Сузуки хотел и делал ему вполне рублевые предложения, сделать его лицом бренда в Украине. Он отвелся, потому что работал менеджером в компьютерном магазине и не хотел его. Ну, вообще, менеджер в компьютерных магазинах это такие интересные персонажи, все, наверное, проходили. Он не стал лицом бренда в Украине, хотя реально мог. Еще очень неплохой такой пример. Все знают на кого? Ну, из роликов, правда. Вот кто на кого похож, да? Вот этот человек, это настоящий Дэвид Блейн. Это американцы, вот вы удивляете. Вот я когда на самом деле увидел эти ролики в 2008 году, я тоже удивлялся, я не понимал, что это за... В первый раз видел настоящего. Вот, человек, который реально впервые настоящего Дэвида Блейна видит. Это американский иллюзионист еврейского происхождения Дэвид Блейн, его так зовут. Он пытается в большинстве своих иллюзий дотянуться до Кепперфильда, подвешивание над Темзи, его закапывают на 45 суток, он потом вылетает, весь счастливый, даже бритый. То есть иллюзии весьма третьего сорта. Ну, нарядное продолжение знают все. Я покажу вот этого персонажа. Все смотрели эти ролики, строим перерыв, откопаем, запустим. Но вирусы чистой воды. В американском интернете, там, к концу цикла проката вот этих роликов, когда волна пошла на оболь, было уже больше 50 миллионов. Сейчас в андоязычных источниках, там, больше 500 миллионов. Ну, в Рунете докатилось до 50. 50 миллионов просмотров. Это же колоссальный рекламный ресурс. Просто феерический. Но, как я вот узнал, честно, я узнал об этом вчера. Это и была вирусная реклама. То есть на всех роликах Дэвида Блэйна, вот эта пародия на Дэвида Блэйна, это был французский медиапортал он называл самозавоза.фр, вот полкивает. Он, наверное, знал. В конце каждого английского ролика на изначальном языке там были ссылки на эту залогу. Ну, наш замечательный почарик в миру Андрей Бучаров, который все это перевел, он старательно каждую ссылку замазывал, мы знаем, да, это движение. Пайн-то открываем, сверху стираем, самостоятельно. Значит, он везде замазывал и вставлял свои. Ну, и сколько мемов это все про? В рот мне ноги, факт мой мозг, вот эти ребята. Это весь вот восьмой-девятый год, они были покрыты, там, гопота ставила в рот мне ноги. Кстати, многие считают, что вот этот вот текст реально был изобретенным почариком. На самом деле у Ивана Николаевича текст «Наученец Толстых» в романах находятся эти фразы. В книгах и более поздней эпохи, у Белевина эта фраза встречается. И удивительно там находят, там, до проката этих роликов очень неплохие цитаты с очень смешным применением. Ну, немножко к более веселым вещам и к экономике, и к применению. Когда я познакомился с интернетом, это где-то так конец 90-х, начало 2000-х, я реально получал очень много спама. И вот этот «Центр американского английского» и «Научью пеннис», это было… то есть я получал эти письма, прочитал их и думал, господи, что это, почему это пришло мне? Вот в конце 2000-х, вот так нехитро, я прочитаю, «Пионера «Научью пенсил». «Научью пенсил». И вот совершенно нехитрый конст товаров, который закручен вокруг реально очень старых роликов и реально работает. И я хотел рассказать, естественно, что идея очень простая. «А давайте сейчас снимем какой-нибудь ролик и попробуем поделать». «Давайте запустим вирус», «Давайте сделаем». И в плохих статьях на тему вирусной рекламы всегда пишут, что если вирусная реклама плохая и она запущена в неудачное время, то вот она может быть неудачной. На самом деле, как пишут на том же Лукмаре, правильно пишут, из 9000 попыток, которые предпринимаются после 1999, заканчиваются фейлами ввиду полного отсутствия таланта или исключительной криворукости исполнителей. Вот магазин «Утконос» — это сеть продуктовых магазинов в Москве. Она запустила с помощью весьма халтурно работающего агентства вирусной рекламы рекламу этого самого «Утконоса», которая доверялась до того, что сами неудачные попытки рекламироваться они вот так называются «Утконосом». Цитата — это вот такой пример отстойнейшего вброса в логосферу. Вот я тут работаю самыми днями, поесть некогда бывает. Уже поначалу понятно, что сейчас будет какой-то чёс. Но я вырезал, и чё там, порядка двух абзацев такого же текста. Конечно, ресторан нормальный кто не отменял, но вот хочется поесть дома, всё такое. И вот цитата — вот так начинается плохий вброс. «На основе личного опыта могу порекомендовать магазин «Утконоса». Служение на 5 баллов, курьеры очень ласковые. Вы читаете эти вещи, вы понимаете, что это. Это вброс. Ну, и в конце, чтобы полностью расписаться, пишет девушка. В конце, чтобы расписаться в собственном бессилии, она пишет. «Сегодня даже слоган им придумала в стиле Маяковского». Оцените, да, уровень. «Предложение рождает спрос в магазине «Утконоса». Причём надо понимать, что этот вброс был осуществлён в лучших канонах плохого исполнения. Они заказали сразу во многих местах. Там топовые и не очень топовые блогеры начали это всё постить. Вот примерно в таком стиле. Судя по всему, их не предупредили, что они делают это между собой. Засветился даже наш блогер номер 1-2 Тома Лебедев. Дошло до того, что в бизнес-линче это всё пошло. «Утконосовская реклама». Благослера взорвалась. Она не могла не отреагировать. Значит, это всё пошло. И я реально самые добрые оставил. Реально тысячи их. Поцелуй бомжат заснос за плачевкой «Утконос». Написал про «Утконоса» и получил ветропонос. Вот это реально самые добрые. Ну, справедливости ради надо сказать, что «Утконос» это всё-таки магазин еды. И, несмотря на там идиотское название, которое не помешало интузиционироваться. Идея эта сработала. Чтобы испортить магазин еды, надо торговать плохой едой. Но они не торгуют плохой едой, они торгуют нормальной едой. А популярность в интернетах огромная. И вот я хочу показать вам набор ссылок. Реально не плохие блогеры. Тёма, ещё раз, ещё раз. Вот тот пост, который я начал. «Валияновка» — это личный ЖЖ-аккаунт. Вводите, да, это одно из таких вот вбрасывающих студий, специализирующихся на интернет-вирусной рекламе. И на самом деле огромное количество, огромное количество постов. Но «Утконос» стал синонимом некачественного вирусного маркетинга. И если там вот в ЖЖ-акку-то следить, то получается какая-то вот такая вот туста. Второй-третьый комментарий там «Утконос». Впрочем, популярность реально принесла им клиентов. Вот часть, которая называется «История». У меня, по-моему, на этом, да, заканчивается. Сейчас я хочу показать. Либо потому что никто не видел… Ни кто не видел… Ни кто не видел Уго Чаку «Бэйби». Да нет, все видели, в себе как это было, клипом. Вот, ЖЖ у тебя была… О! Уго Чак, она не целая… нет я не увидел, когда мне было лет 12, 13, не было интернета кто это снял при каких обстоятельствах, ну вообще непонятно фишка в том, что когда я это увидел, в чем был вирусный эффект лично на мне ну как же, а как это сделано? ну, наверное, трехмерная модель, наверное, это как-то запущено но мы реально спорились с трехклассниками как бы десятый, одиннадцатый класс до хрепоты по поводу того вот это реклама, как там не было ютуба то есть я не знаю, как это работает я запускаю у себя экзешник на компьютере, он там открывается мы реально запускали разный фоновый звук и пытались понять, он танцует под реальные звуки или это зацикленное и вирусный эффект был колоссальный, я это помню прекрасно а что уж он там рекламирует? что-то шлифти а стоп это не то а где же он был? а где же он был? а вообще, эти вирусные ролики, они набирают огромное количество просмотров и сразу, и потом да, я хотел ложку показать то есть тот же самый нехитрый ритм узнаваемый звук тот же самый ребенок изначально это был просто прикол но огромное количество запущенных на основе вот этого рекламных вещей, их очень много было давайте сделаем перерыв и во первых сейчас найду еще пару вещей, которые реально впечатляют а второе, что ну лево файк ну Касперска может стать вирус на броне ну вот Касперский, да, это модель классика самая известная женщина и так продолжим в заключение мне бы хотелось рассказать о достоинствах новой линии продуктов в лаборатории Касперска с гордостью хочу заявить, что новые продукты отличаются очень высоким быстродействием и и одним из самых низких в индустрии используемых системных ресурсов продукты нового поколения построены на базе принципиально нового антивирусного ядра в лаборатории Касперска который обладает еще более высокой эффективностью проще говоря, новый антивирус Касперского и это справляется с обнаружением и останений в ледовом файдералов в немецкой базы работника в лаборатории на сайте антивирус Касперского это антивирус, но и в Европе это инфекционная технология подтвержденная к меркому качеству уникальный функционал скорость и быстродействие кто все это делает в россии одна из самых известных вот первые ролики они на самом деле да ну вот то что показывал это одна из первых вещей которые они делали честно 2004 год сейчас уже не смотрится но четыреста тысяч контактов для спасибо спасибо борисович я уже звоню не хотите сменить ориентацию смените провайдера карбина телеком это было снято в 2004 году как они пишут больше 400 тысяч контактов но толком не менее вот они остались совсем свеженьким остались и хотя конечно огромное количество и 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 а и и и Рассказывала, что никогда не платят агентов. Видим, ролик повышается. То ли до, то ли после, но было снято. Еще. Что-то показать на один ролик. И все-таки сделаем веру. Сережа, что нас там позже? Современно. А вот все-таки интересно. Джигурда, Чубакка. Это пиар Джигурды. Это пиар на сосны. Я думаю, что это реально для вас снято случайно. Просто интересно, когда Чубак не брал. Спрашивай его. Не знаю, как вам. Мне не понравилось, если честно. Ролик уже достаточно старый. Здравствуйте. Я Анатолий Вассеров. Мы с вами сегодня предварительно согласовали по телефону мой визит. Здравствуйте. Рад видеть вас в нашем офисе. Также рад. Но, с вашего позволения, сократил бы объем, несомненно, уместных взаимных реверансов и перешел бы прямо к деловой части визита, поскольку, к сожалению, сегодня очень скован во время. Да, конечно. Вы хотели бы зарегистрировать домен в зоне РФ. Абсолютно верно. Да, и предваряя ваш возможный внутренний вопрос, сразу отмечу, что сам факт моего появления здесь – это надежное, я бы даже сказал, физическое доказательство того, что мой первоначальный скепсис относительно кириллической доменной зоны сменился тотальной толерантностью. Прав был, Гераклид и Фесский, мнения людские, детские игрушки. Регистрация домена проходит очень быстро. Я надеюсь, вам не придется долго ждать. Очень хорошо. Не уточните ли предпочтительную форму подачи необходимой информации? Электронно, печатно, вербально? Как вам будет угодно. Можно даже устно. Хорошо. Тогда постараюсь максимально отчетливо. АВАС.РФ А. Анатолий В. Вассерман А. Александрович С. Своя игра Вы сможете проверить правильность домена потом? А. Вы хотите сказать, что вспомогательное употребление имен собственных в данном случае не обязанно? А. Ну, хорошо. В конце концов, последующая проверка достаточно надежная гарантия высокого качества результата нашей с вами совместной деятельности. Да и времени меньше уйдет. А по времени я, к сожалению, очень ограничен. Простите. Простите, ради Бога, что-то происходит невероятно. Ну, ладно. Итак, 26 цифрами карманов. Слитно. ТОЧКА РФ Как же так? А почему я вижу, что вот это вот? Вот это вот? Нет, нет. Слушайте, во-первых, пожалую. Вам. Не знай-ка. Вы понимаете? ТОЧКА РФ Заглеты. А во-вторых, я сюда попал по очереди отвечать от тебя. ТОЧКА РФ Да ты вообще-то понимаешь, что это такое? Зачем тебе синхромататроны? Что это, а? Ты знаешь, животное? Ну, скажи мне. Ты меня достал, да? Господа, прошу прощения за то, что вмешиваюсь в вашу содержательную беседу. Однако, насколько я понял, почвой для конфликта послужил домен синхрофазатроны. Нет, понимаете, вы ученый, я большой ученый, а это какое-то мурло, сами видите. Понятно. В таком случае, тогда я надеюсь, что вы воспримете некую миротворческую информацию, которую я постараюсь довести до вас в максимально лапидарной, то есть лаконичной форме, ибо, в отличие от вас, не располагаю сегодня такой бесценной роскошью, как свободное время, тоже касается синхрофазатроны. То это устройство, несомненно, очень известное, однако, в изрядной степени устаревшее морально. А кроме того, вашим интересам более соответствуют иные типы ускорителей. В частности, вам, несомненно, нужна максимальная производительность, а по плотности потока до сих пор непревзойденным остается устройство предыдущего поколения синхроциклоток. С вашими же глубокими научными интересами, несомненно, точнее, стыкуется лептоколайт. И таким образом, каждый из вас может располагать собственным доменом, никак не конфликтуясь с коллегами. Не так ли? Я, в общем, не против. Я тоже согласен. В таком случае, полагаю, что, с вашего позволения, я могу вернуться к своим доменам. Андрей Александрович, нет просто слов. Как вам это удалось? Это поразительно. Да нет, в общем, ничего особенного. Немного НЛП, немного гипноза, правильный контакт, так что никаких чудес. А вот синхрофазотрон РФ. Пожалуй, подарю-ка я его одной знакомой интеллектуалочке. Мне он крайне необходим. Вот этот цикл... Нет, нет, нет. Синхрофазотрон. Синхрофазотрон. Это мой трот. Я... Циклопатра... Нет, нет. Да, я понял. Да, пожалуйста, синхрофазотрон. Мне крайне необходим этот домен. Зарегистрировайте, пожалуйста. На самом деле, Сарман очень популярен. Как объект, как актер, геройскую рекламу. Я покажу еще один ролик, который... Там хороший. Все, перерыв, а то никто ничего не съест и не выхит. Продолжение следует... 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 Да, ну, значит, это глупый слайд, но как-то без него было скучно. Что куча понятий обозначает одно и то же. От сарафана, там, циганское, вирусное маркетинг, вирусная реклама. И вообще, там, что это слово, медиавирус, на мой взгляд, любая реклама пытается стать вирусной. Если она такой не становится, то ее распространение становится невероятно дорогой. За показ платить несколько рублей, и чтобы это не пошло естественным путем другому человеку, неполученность. Как это работает? Британские ученые, известные разнообразным своим интересам, доказали, в числе прочего, что, ну, путем вопроса людей, что есть прямая зависимость, очень такая неплохая, между тем, насколько человек готов обсуждать некий продукт со своими знакомыми, вот именно там, бакланит на тему, и насколько он вовлекается в обладание им, хочет его получать и получать удовольствие от того, что он обладает этим предметом. Ну, там, русские пословицы, на меру и смерть красоты, они, собственно, оттуда. Если ты чем-то жутко любишь хвастаться, то понятно, что оно тебе нужно. Но зависимость такая, что она показывает, что людей, находящихся вне этой следы, ну, практически нет. То есть те единицы, которым это неинтересно, они удовольствия не получают. Основная масса получает и много удовольствия, и много баклайн. Получается, что технология, ну, практически беспроигрышна. Нет людей, на которых бы деньги было бы, не стоило бы тратить. Где это работает? Ну, ошибки думают, что это работает только в интернете, только на ютубе, и только путем распространения демотиваторов со ссылками или с водяными знаками по Рунэ. Естественно, все это началось давным-давно, с телевизионной рекламы, с радиорекламы, с подхватываемых шуток. Каждая песня, уходящая в КВН, автоматически пробивает популярность своего автора. И это вирусная реклама. То есть вот сейчас, вот, капни чуть глубже, не найдется тема, в которой бы это не работало. Где бы это ни пытались запускать, так скажем. Исторический пример, два очень интересные. Есть такая волшебная почта, в России практически не популярная, Hotmail. У нас были два волшебных клиента, ну, то есть клиент был один, но представителей у него было два. Два бельгийца, не говорившие по-русски, они были франкоговорящие, но владеем ней. И они меня, собственно, я от них услышал, что вот первыми в моей жизни были живые люди, которые пользуются Hotmail. Они говорили Hotmail, и они были очень довольны тем, что вот у них почта была Hotmail. Они реально этим гордились. То есть там, моя почта на Gmail, и для них было там, фу. Вот. И, собственно, почему фу? Вот сейчас мне становится понятно. Hotmail это была первая почта, которая пообещала простым смертным бесплатно электронную почту. Ну, вот как сейчас мы до сих пор не пользуемся такой привилегией, как бесплатные домены, даже совпадающие там с именами. Надо покупать. Вот там, в те времена, когда Hotmail выходил на рынок, а у электронной почты не пользовались организации, университеты. Ну, вообще такая была новомодная фишка непонятная. И Hotmail сказал, что ваша личная бесплатная электронная почта. Ну, идея как идея, да? Все занимаются рекламой, все понимают, как это работает. Вопрос, где они это написали? Они не купили там баннер за миллион долларов на Бродвее. Они не повесили растяжку на Empire Style Building, как сделали люди глупее. Они вставили эту строчку в подпись автоматически вставили каждого отправляемого в сервисе Hotmail письма. То есть, человек отправляет письмо другому человеку. Тот, получая свою почту, но он видит, что в подписье написано, что он сам лично, не будучи там представителем того или иного университета или организации, может завести электронную почту. Ну, сейчас это глупо, да? У каждого по 6 ящиков, мы не знаем, куда от них деваться. Но они совершили чудо. Они получили 18 миллионов новых регистраций почты за 9 месяцев. То есть, ну, конечно, можно найти еще 2-3-5 примеров подобного роста, но вот идея одна из лучших в плане реализации. Ну, Gmail сделал еще проще. Gmail происходило тогда, когда было куча почт, но Gmail создал иллюзию ретарности, иллюзию, заведомо, более высокого качества. Отправлялся только по инвайтам. И в 4-5 году, когда это все выходило, Gmail не вложил ни копейки в рекламу в оффлайнных каналах и таким образом получил огромное количество людей. Ну, сейчас понятно, все распространилось. Про соцсети говорить вообще не буду. От YouTube сложно отлипнуть. Вот мы сейчас с вами влезли в YouTube, и у каждого там по 3 идеи, что еще посмотреть. Плюс, как мы понимаем, YouTube владеет Google, который знает толк в том, как надо показывать контекстную рекламу, и показывает. И она прекрасно работает. Мы это прекрасно, я не знаю. Естественно, Twitter. Вот я просто, там, абсолютно отбалдырию. 3 из последних реверсных хэштегов. Спасибо Путину за это. Как только великие религинические теги, там два тега вышло в топ, второй тестировать не будем, но вот этот был достаточно неплох. Ну, и на самом деле везде. Работает везде. Я думаю, что вспомнить исконный смысл сарафанного радио «Бабушки на скамейках». Если вы заставите бабушек на скамейках побуждать ваш продукт, то все у вас будет хорошо. Даже если ваш продукт супер-купер-инновационный, без интернета обоевен. Способы, технологические способы. Вот то, что мы сейчас с вами наблюдали, ролики, видео, это самый технологичный, самый дорогой, самый сложный. На самом деле все вырастает из гораздо более простых вещей. Давным-давно закладывают пасхальные яйца в программы, закладывают какие-то рекламные вещи в фильмы, которые порождают, порождают и порождают вот такие вот вирусные штуки. Ну, вообще известно, да, фирма Тимура Зубометова, ряд брендов, МТС, Нокия и еще там два-три, почему-то встречаются чаще других. И получается, что такая вирусная реклама, вирусная реклама. Они этим провоцируют на поиск новых упоминаний той же Нокии в фильмах. Был с выхода Матрицы, рекламировался какой-то, ну, сейчас уже кажущийся там безумно повторевшим телефон Нокия. Был конкурс, посчитая общее количество попаданий телефона главного героя в кадр фильма. Это технология сама по себе прекрасна. Но, естественно, что каждый какой-то время пытается ей пользоваться. И вот если читать разные источники, Лукмары и рекламные статьи про вирусный маркетинг, честно, больше верю Лукмару, что 99% попыток запустить вирусную рекламу действительно оказывается неуспешным. Просто из-за банального отсутствия таланта. спросили, сколько это стоит? Ну, если вы придумали клевую идею, то ее, Сергей говорит, на говноебалоке можно сделать. И она будет прекрасной, она будет. А если таланта нет, то не будет никаких денег. Ну, чаще всего получается само. Ну, и про обутоканал я вам уже рассказывал. Вот отличная картинка, к сожалению, в лучшем качестве ее нет, поэтому подписей вы над узлами не увидите. это диаграмма реально замеренного распространения информации о выходе айфона. То есть вот в середине это apple.com. Ну, понятно. А дальше прошло вирусное распространение информации о выходе новой модели производства Apple. Ну, каждый мечтает быть в центре такой паутины, но, наверное, Apple не зря держит в стаяне анонс новых моделей, не зря делает определенные сливы информационные, не зря нагнетает обстановку. Ну, мы с вами хорошо понимаем, что третье поколение айпада, четвертое поколение айфона, все понимают, что следующая модель не представляет собой ничего по сравнению с предыдущей. Просто подумайте, да, айфон был революционным устройством айпад уже нет. Ну, как Леведев правильно написал, сделайте айфон размером с лопату и продавайте его для того, включив функции телефона. Но блестящий маркетинг, в том числе использующий чисто вирусную технологию, обеспечивает прекрасные продажи. У вас никогда не было? Меня периодически не занимает этот вопрос. А как вообще можно удериться продать еще раз то же самое с ростом цен, с колоссальным ажиотажем, да, айфон 4s там, голосовод помощник, да он не русифицирован. Я еще не видел ни одного живого человека, который бы им пользовался. Зато каждый второй студент на улице покупает четвертый айфон. Ну, я имею в виду, студент встречен именно на улице с айфоном, у него будет четвертый, а не третий. Это же для лохов, правда? Это, на мой взгляд, то есть я с уважением отношусь к достижениям Apple, мне кажется, это правда достойно революционного подражания, но как? Небольшой кусочек проверим марк-интенцию. Естественно, что для разных потребляемых товаров это работает по-разному. Скажем, банковские услуги, в частности, расчетно-кассовое обслуживание среди директоров будет очень сложно пиарить с помощью вирусной рекламы. Чтобы директора встречались и друг друга из машин кричали «Я нашел клевый банк, где счет он?» Это должна быть какая-то там невероятная реклама, чтобы это работало. Но британские ученые, о них уже сегодня говорили, составили очень достойную диаграмму того, что чаще всего рекламируют, что успешнее всего рекламируют с помощью технологии вирусной рекламы. Ну вот всего пять мест. Начнем с конца. Естественно, если вы вдруг угадаете первое, я вам это скажу. Но все-таки предположение, что чаще всего рекламируют с помощью технологии вирусной рекламы. Какие группы товаров, объекты, объекты потребления? А можно отчасти определение вирусной рекламы. Нет, конечно, с определением и проблем это никаких. Любая реклама, основным носителем которой являются ресурсы с нулевой стоимостью. Люди сами передают друг другу информацию. Носитель бесплатен. Это ключевое свойство вирусной рекламы. А уж как запустить этот вирус, это технологические различия. вирусной рекламы. Я вот не готовился, не готовился, чтобы не было времени, но у меня запомнился при условии устной рекламы определение, когда потребитель неинтересно качество товара, ну, скажем так, нет никакого смысла выбирать между Дальдаметом или Колгейтом. И нужно создать какое-то преимущество не в свойстве товара, а в эмоциональной сфере. А какая сфера так проводит беспроигрышная. То есть то мы ставили вирусной какой-то скандал или какой-то шутка. Шутка юмора. Соответственно, на этом пытаются построить. а если шутку удавать, то ее смоют как шутку и потом уже связывают или бренд или товар с этим позитивным настроем. Получается, как это относится к вирусной рекламе или нет? Ну, это тоже относится, там, будет у меня диаграмма такая, забавная, сколько процентов людей вообще анализируют качество товара в вирусной рекламе. Мало кто думает товар, собственно. Степан, просто вот Катя Apple, извини, вот Катя тоже вирусная реклама. Ну, на самом деле это не совсем понятно. То есть, они провоцируют некий интерес, некую тайну, и поэтому люди еще больше интересуются. Что неизвестно, то интересно. Но на самом деле нам уже приходит эта информация, по сути мы не распроем ее сами. То есть, у нас это французское агентство, постоянно поддерживает на многом количестве. Скажем так, здесь вирусная реклама, она, как, вирус в чем? Вирус между, корреспондентским корреспондентским, корреспондентским, Вирус в формировании, на мой взгляд, колоссального сообщества лояльности. То есть, вирус в первичном анонсировании, до поведения iPhone, устройств этого класса практически не был. Вот это было вирусное произновение. А потом, это вирусная среда, зараженная, поцелу-носитель, они стали питательной средой фанами, теплопадами и так далее. Тут, мне кажется, такая мутация этого сообщества зараженной. Потом, им уже ничего объяснять не надо. Подняли флажер, новый девайс от этого, бегу. и все. Здесь, такая вирусная реклама, я бы сказал, в следующем поколении. Мы уже заразили. Они уже наситили. А по поводу национального потребления, конечно, рекламировать вещи, там, сурово-ценичные, которые можно сравнить по техническим характеристикам, сложнее. Но, тем не менее, и они, сейчас мы берем сюда этот рейтинг из пяти позиций, там есть и вещи, которые можно и нужно сравнивать с числами в руках. Тут число, тут число, давай вспомним. Нет, они в топе. Они, в том числе, в топе вот этого рейтинга чаще всего рекламируемых позиций. И это просто говорит о том, что уровень потребления любых товаров, квалификация потребителя, она всегда стоит очень низкой. Она тогда становится эмоциональной, ну, мы же с вами обсуждали, да, любой потребитель всегда по стилю выбора женщина на постях для него присутствующей еды. А куплю я сейчас что-нибудь, да, то есть, а раз так, то бабки со скамейки прекрасно могут привести позицию. Исходя из твоего, где написано один вопрос, задал ты другой, и как отвечать вообще непонятно. Ты спрашиваешь именно какие товары продаются чаще всего? Потому что все, что мы смотрели, в большинстве случаев, это реклама конкретных компаний. Ну, в другой, не надо. Nike или Adidas. это направление бизнеса. Это направление бизнеса. чтобы было понятнее, я просто пролесну. Значит, чаще всего магазины и заправки, продуктовые магазины и заправочные заправки, где можно что-либо покупать. Вот они на пятом месте этого забавного рейтинга. Ну, рейтинг, конечно, не тянет на академическое исследование, но все. Интересно посмотреть, что же окажется на самом верху. Мне было интересно. Вот люди начинают с выбора магазинов, где покупать. И вот, на мой взгляд, это подтверждается даже на кислом рынке города Волгограда. Вот мой опыт наблюдения за людьми, занимающихся внятным позиционированием в соцсетях, я могу назвать ровно одну компанию, которая прилично спозиционирована в соцсетях. Это МАН. ТК МАН в ЖЖ, ВКонтакте, Твиттере, Фейсбуке. Они действительно хорошо представлены, они действительно хорошо себя ведут. Ну, они не занимаются глупостью, они не постят тупые кросс-пост пресс-релизов, это не про них. Они реально раз в неделю публикуют рецепт 5 новых блюд от МАНа, как приготовить из нашего ассортимента вот такие блюда. И ты реально приходишь и начинаешь думать, какая жрачка красивая, где она продается, а у тебя какой-то сыр, что за сыр, что за сыр, оказывается, он в МАНе, и, естественно, они не дураки, естественно, у них все блюда представлены в этом. и я просто к чему? То, что это работает везде, говорит о том, что это работает и у нас. Ну, вот парадокс, да? Когда я говорю, то, что в Москве будет сейчас, то у нас будет через три года. Ну, на некоторых быстрее, на некоторых намного и больше, конечно. И, кстати, МАН очень адекватно реагирует, еще раз могу тут похвалить, какой-то человек приходит и говорит, да вот я у вас купил там две авоськи с луком там упакованные, да гнилой лук. Ну, такая, бродиала на пустом месте. Лук гнилый. Как реагировать? Хорошо реагировать? Правильно реагировать? Ну, там, много подробностей. Поэтому магазины. Ну, следующее. Черт, вопрос, где мы больше всего подвержены этой рекламе или что? Где по факту это чаще всего подвержено? Это было исследование на протяжении двух лет, 9-10-й год, случаев применения вирусных технологий для позиционирования товаров. Сети высоробитания. Ну, отнесем их, наверное, к продуктовому магазину. Вот. Заправка магазина. Да, 10-е слова продуктовые из экономии. Вот я не знаю, можно ли... Не буду вас мучить. Вот еще одну. Еще одну покажу. Удивительно на финансовой организации. Казалось бы, что проще, да, взял, и посчитал. Но, я вот не застал, но от родителей много раз слышал, что происходит, там, МММ, русский дом сейлинга. Это же все очень замечательно, очень приятно. Конечно, не застал. Я не понимал решения в этот период. Я, естественно, видел всю эту рекламу, но я не понимал, о чем идет речь. И 600% годовых для меня было не наполнено смыслом. Но, парадокс, что, ну, вспомните, блестящие, там, можно будет посмотреть в перерыве, блестящие рекламы, МММ, первые волны, они все в интернете лежат. Поверила, да? Показывают бабу Маню, вот эту бабу Маню там каждый день видишь возле ладочки, у тебя такая же баба Маня сидит. Ты сам такая же баба Маня, на самом деле. Видишь, там Леонид Голубков пропившийся, антиковатый человек, который жаждет хорошо жить. Парадокс, но, вот она, вот она женщина по стилю выбора. Степан, позвольте, догадку, сделаю, мне кажется, вот лекарство, лекарственные средства. Таким образом сейчас проталкиваем. Молодец. Леша молодец. Новый Мацеба. Давайте я покажу следующее вам. Ну, естественно, пиво. В качестве иллюстрации слайд из рекламы. Вообще, любые, любые, ну, под словом пиво мы понимаем индустрию развлечения. То есть, конечно, шире, не только там узкое пиво. Все, что с этим связано. Как-то смотрел интервью одного пивовара, ну, наверное, не гения от этой отрасли, но все-таки человекопрофессионального, ориентирующегося. Он сказал, что любая пивоварня, производящая больше какого-то количества пива в сутки, ну, на одной технологической линии, она, априори, будет фу-фу. Она не может производить хорошее пиво в больших масштабах. И поэтому все бренды, с которыми мы имеем дело, вот у нас Кейга стоит, там хейники, да? Механики, правильно. А вот можно быть уверенными, что он от любого другого пива отличается только количеством мук, фьет, консервант. Ну, мы выбираем. Кстати, можно ухейники. Мы выбираем. Очень точный пример. Электроника. Вы по-моему сказали, да, электроника? Меня. Кто-то сказал. Паш сказал. Кто-то сказал электронику, да, Паш сказал электронику. Автомобиль и бытовая техника. Ну, казалось бы, автомобиль. Что можно придумать более технологичного? Ну, с компьютерами было бы еще и красивее, но компьютеры просто по сути решены. там брендовой окраски. Есть Apple, есть все остальное. С Apple уже все понятно. Ну, и слайд, конечно, все видели. С ним судились. Да, было бы раз такие веселье. Но, парадокс, сравнить два пылесоса много ума не надо. Тем не менее. Все уже и забыли, что рекламировалось. А реклама помню. Ну, и первое место подвузники и вообще любые товары для здоровья. Любые. Мне кажется, надо потратить время, кого он будет, просто подумать о том, как структурирован рынок лекарственных средств. Что это такое? Это же изумительный рынок. Во-первых, потребителей всегда очень много. Во-вторых, они невероятно внушаемы. То есть, расскажите знакомой бабушке, ну, которой вам не слишком жаль, да, что натирание кленовыми листьями пятки снижает давление. И она будет натирать пятку. Далее, если это расскажете, внушаемые на кленовыми листьями. Да. Кстати, знаешь, какая самая среди лекарств самая такая вирусная реклама? Свиной грипп. Кто-нибудь видел человека, который им реально болел, а сколько этих, даже на маролевых повязках аптеки сделали? Их реально не было в аптеках. Самый классный вирус, это сериалит. И парадокс в том, что огромная аудитория, супер внушаемая, напрочь решенная знаний в области, о которой идет речь, это прекраснейший рынок. Ну, с индустрией для детей вообще все понятно, да? Каждому человеку неприятно экономить на ребенке, каждый человек думает, я же дам ему сейчас самое лучшее, и поэтому здесь интересно все бренды, представляющие продукцию для детей, они даже немножко позиционируются по-разному, но все бьют на одно и то же, на эмоцию помощи ребенка. Никогда не задумывались два бренда с вами, наши любимые сады Притония и бренд с пеленкой, они делают ставку на здоровье ребенка. Ну, все такое там, с пеленкой, здоровое питание, а есть там прямой конкурент, прямейший, называется фрутоняня. Кто помнит главный слог фрутоняня? Фрутоняня, помощь маме, плевать на ребенка, помощь маме, стучил, не спит. Я просто, к чему? в целом, аудитория, женя, молодые, на эмоциях, давайте им сейчас все покажем. Подгузники, лекарства. Казалось бы, практически все охвачено, что осталось неохвачено? Вообще, что осталось неохвачено из того, чем пользуются люди? Здоровье, еда. Недвижимость, наверное, слишком дорого, и люди будут долго думать. Хотя мы можем посмотреть, выходить, пошелить про мою квартиру. Мы можем посмотреть те рекламные ходы, которые применяют. Под Москвой там тысячи элитных, так называемых, элитных, загородных поселков. И на какие-то невероятные названия, там Аусбург, Лакшери Виллыч и так далее. На деревне Хрюнина они Лакшери Виллыч. Ну, я сейчас обобщенную говорю. Тоже, тоже на эмоциях. Тоже на эмоциях. Кстати, у меня был вопрос такой. Всегда, когда в Москве едешь, метро там реклама элитных поселков, элитной недвижимости. Сначала вот такое. Люди не ездят на метро, которые могут это себе купить. В Москве на метро ездят практически все. Нет, а тут у меня возникло, что тут даже они зацены на другое. Очень много людей с Ургута, с других городов. Они там денег зарабатывают, приезжают в Москву и покупают. Ну, в Москве поездка на метро не является фактом унижающих свое достоинство. Это здорово, жизненно необходимо. Сферы. Пока мы говорили с вами только о коммерческих фактических вещах, но естественно, мы с вами хорошо понимаем, что это может поменяться далеко не только там. Но я сейчас покажу один коммерческий ролик о унижающей сфере. Мне понравилось. Это Нобиевский ролик N97. Кто видел? И осталось купить ролики, которые не все видели. Ну, вот только реже покажет. КОНЕЦ 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 Ну, все просто, качественно, на мой взгляд, по-доброму, спокойно, не затянуто, кстати, минуты 20-30 секунд. Парадокс, как они, в случае с вас, с Романом, почему-то больше 100 роликов, с вас, с Романом, возможно, я вот так. Природная велительность, да, оказывает влияние, они очень длинные. Значит, по-доброму будешь, да? Жаль, реклама. Выплыл, мужик-то выплыл, да, жестоко стреляет. Мне все ответственно, что есть, в «Мяч Храйле». Да, то же самое. Какой бы был общественный резонанс и возмущение такого мужского шарелизма. Огромная, доинтернетная, вирусная серия, там, почему пиво лучше, чем женщины, да, почему компьютер лучше, чем женщины, почему телефон лучше, чем женщины, почему машина лучше, чем женщины. Что, между машиной и женщиной? Ну, ну, все же, с твоей рейси. Он еще рано взавелся автомобиль. Я вам хотел показать политический ролик. Возможно, не все одобрят мой вкус. Кто это видел? Не плохо, не плохо. Тоже видел. Проект «Обительность в один год». Это называется «Гражданин поэт», авторами которого являются три человека. Условно говоря, все трое журналисты. Непремов, актер, Дмитрий Быков, выдающийся наш современник, поэт, писатель. И вообще отличный сетевой тролль. Годный товарищ, как говорится. Сейчас не вспомню фамилию. Паван Андрей Васильевич его зовут. Да, это продюсер всего этого безобразия. Придумал, дает деньги, развивает. Что это такое? Еженедельные ролики, выкладываемые в интернет и там с третьей серии на портале 5.ru, посвященные злободневным политическим событиям. Конкретно этот ролик посвящен тому, что в городе Сирт, в Ливии, был убит. Все видели это видео. Наверняка против видео вы показывали по НТВ. Мама Кадель, член американского конгресса Маккейн, сказал, что Путин об этом поводе портил их настроение. Это предыстория. Ну, а стилистика гражданина поэта в том, что они брали какое-то историческое произведение. В данном случае сочинение Эдгара Ланапо что-то там про Ворона, честно не читал. Никогда не внушал большого доверия. Вот это видео за неделю, за неделю больше трехсот тысяч просмотров. Не бог весть какие рекорды, но триста тысяч человек. Вы сейчас увидите текст, на самом деле там надумительно, игра и вообще все хорошо. Но за неделю, без копейки денег, кроме расходов на продакшн, вот так донести эту мысль, Юрий Гагарин, в одно слово с маленькой буквы, представляет. Гражданин поэт. В час ночной в дому семейном я сидел с моим портвейном, настроение петейным, отдыхая от труда. Вдруг в порыве тиховейном. Черный ворон, звать Макейном, прилетел с шипением змейного вместо певчего дрозда. Он прокаркал. Мистер Путин этой ночью духом смутен. Лыбкий страх ежеминутен. Отравил его года. Он за башней укутав ей, насмотревшись фотографией, бредит участью Каддафьей, истреблением, без суда. Я ответил. Никогда. То есть как? Прокаркал ворон, увлекаясь разговором. Был тиран, а нынче вот он, отвеличенный следа, непреклонный и отважный. Он погиб в трубе дренажной, сдав дворец многоэтажной и родные города. И у вашего велможи может выйти точно то же, как не лезет вон из кожи вся охранная орда. Я воскликнул. Никогда. Я сказал, владельца Баффи трудно сравнивать с Каддафи в плане лиц и биографии, в плане пользы и вреда. Да, Каддафи был злодеем, но привержен был идеям. Ну а то, что мы имеем, разве помнят вкус штыда? Разве есть у их бригады хоть какие-либо взгляды, кроме мысли, что айпады лучше гейцевого винда? Ворон каркнул. Никогда. Я сказал, ты знаешь, Ворон, что называть Каддафи вором могут все, и даже хором. Тырил щедро, это да. Но зарплата у левийца не могла остановиться. То есть он умел делиться, как сказал бы Джигурда. В самомнении обидным свой народ считая быдлом, он кормил его повидлом. Ну а эти, господа, ворон каркнул. Никогда. Я сказал, пускай фуфлоун, но по крайности не клоун. Иль с тицами расцелован сами знаете куда. Но чтоб он, как кум в бараке, появлялся на журфаке сотню наших из Клоаки, привозя с собой туда сотню хлюш с единороссом с заготовленным вопросом, как воспитанная чёсом охамевшая звезда. Ворон каркнул. Валерий Кузьмин, в эпизоде «Медведев» приехал на журфак МГУ якобы для встречи с российским студенчеством. Скандал заключается в том, что туда не пустили ни одного российского студента из АНГ. Туда были приглашены несколько десятков активистов движения «Наши». Это вызвало такую локальную подчеркну. Вы знаете, но вот они не смогли их там войти. Ну там, по-моему, Медведев даже обещался потом встретиться с реальными студентами. Ну, так не зашло. Ты понимаешь, первое впечатление можно произвести только один раз. «Никогда я сказал, представь, о птаха, что народ, не зная страха, поднимается из праха, набухая, как елда, не звергается дубиной на режим, вчера любимый всею дикостью глубинной, джип, калаш и борода и свергает президента, сбросив маску импотента за какой-то «ун моменту», как сказал бы Фарада. «Ворон каркнул. Никогда!» «Вот теперь, — сказал я, — птица, — понимаешь, чем гордится наша жирная столица обезжиренной Руси? Почему у нас внезапно стало так тепло и затхло? Почему о нас на завтра не расскажет BBC? Верь за наш утихший ропот, за ползучий полушепот И за весь российский опыт вертикали и оси Штаты, Чайна и Европа Скоро скажут нам «мерси»» Ворон каркнул от соси Почему я вам это показывал? Ну, выпьем, может быть, очень хорошо, и я не ошибся, что далеко не все видели. Во-вторых, давайте посмотрим на это примитивно и цинично. В позиции и денег. Господин Васильев вложился в создание 52 роликов. Цикл продолжался 52 недели, один год. 52 роликов. Они хороши. Потратились, значит, на антураж, на фотографию его, там есть Есенина. Ну, я надеюсь, что кто-нибудь из вас сегодня вечером дома посмотрит и остальные 52 выпуски. И все. А когда проект закончился, в начале марта этого года, перед выборами непосредственно, они шесть или семь прощальных концертов провели. В том числе в Лондоне два раза собирали. По России проехали. По России проехали, у нас были. Но я сейчас сознательно очень примитивизирую ситуацию. Сделали, казалось бы, блестящий проект, да? Но в основе всего что лежит? Не больше, не меньше, чем таланты. Люди смогли это сделать. Найдите второго Быкова. Ну, сделайте. Вот Быков эту хрюмовину, нам может быть, высочайшего качества, хотя они не долизаны. Ну, есть вот там шероховатости, да? Этпоритель. Я по натуре не Пушкин, я по натуре Вилинский. Сейчас буду критиковать Быкова. Он их отстрочил по одной неделю. Кто их будет отстрочить по одной неделе? Где это студия, которая заводом это будет выпускать? Да нет таких студий. Поэтому, ну, без таланта не будет. Вот я совершенно специально хочу вам показать два ролика. Надеюсь, вам еще не надоели эти ролики. Вот конкретно с этим роликом связаны интересные проблемы лично со мной, с моим окружением. Это был, наверное, год 2008. Я, к сожалению, точную датировку не могу найти, потому что ролик существует на интернете в огромном количестве копий. Больше 15 миллионов просмотров. В каждой части меньше, 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 но вот начиная с таких чисел. Когда я его увидел, кто-то на работе его показал в интернете. И парадокс. Ну, мы же очень аполитичные, да? То есть там, кто за кого голосовал на последних выборах, ну, благодаря тому, что там заходил Миша Олеников и пытался там, собрать подписи в пользу яблока, но мы узнали, кто кому симпатизирует. Но нас эта тема не трогает. А вот этот ролик, он возбудил в нашем коллективе, загруженном вот так, аполитичном, молодому и незрелому совершенно, много эмоций. Я специально написал, немотря на что это вообще. Я хотел бы у вас спросить, подумайте, кто это сделал и зачем? Тут нет, ну, на мой взгляд, сильнейшие эмоциональные видеоряды вообще, и текст изумительный, но тут нет явно выраженной мысли. На мой взгляд, задравка инновирусного ролика прекрасна. Я до 38-го года, я тогда его посмотрел раза в 4, и с тех пор я его там, ну, минимум раз в год я вспоминаю, нахожу его и смотрю. Как говорит Владиспель, слушаю музыку. Слышу музыку. Слышу музыку. Слышу музыку. Слышу музыку. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 текст реально мурашки по всей степени кстати о поводу песни твое поколение разве имеет ценность я слушаю текст а ты текст уж я много раз до этого момента поэтому я его конечно знаю и но дело в том что я клянусь что стану чище и добрее говорить ребенок да там обращаясь какому-то своему мифическому светлому будущему она показывает наше печальное настоящее восьмом году такое в восемнадцатом восемь восьмом оно будет такое же печальное настоящее социальные девиации будут только развиваться вопрос сильнейшие эмоциональные ощущения и сделано явно момент когда фотографии превращается в табличку мыл это явно не выпускник вчерашний факультета режиссерского даже в гигах сделал это кто-то пахал на мой взгляд я на целевая деталь этого ролика кто и зачем кто и зачем если вы знаете ответ скажите точный ответ что за сайт там я здесь не ошибаюсь этот ролик когда появился в интернете писали что он снят в рамках эта программа там год празднования года молодежи россии это это празднование будет молодежь в россии год мол . ротом сайт на им там упочивший ведущий куда-нибудь заметно развития но неужели цель так примитивно как принести людей на сайт будет мол . вот кстати есть такой я могу сказать вам чисто в качестве провокации между прочим то что мы сейчас здесь обсуждаем в течение четырех лет с момента окончания кампании это явное проявление вирусная стерео это ролик контекст следующий если вы обратите внимание там в конце несколько газетных и там сайтов их выделений вот этих вот свобода будет никем свобода самоуничтожения идея-то в чем вам дали выборы вы прослали страну ну тупо давайте я из всего ролика возьму только один момент страны нет потому что вы выбрали наркоту айфоны крутые тачки и с трансформер причем ну посыл такой восьмой год выборы предыдущего президента саша как-то но я просто саму идею за кого-то другому другого не то есть в чьих интересах снять ролик суть которого что-то изменить честь гуманитарной цели ну типа оппозиция наверно мне кажется наоборот посыл что враги где-то снаружи ты винтик в чужой огромной системе и батарейки вообще такое ощущение что это снято за большими скорее всего государственные деньги и удивительно не украденные данного значения да и такое ощущение что кто-то взял и реализовал свои идеи государственных заказчиков вот я обсудим отдачусь к этой мысли это наверно та часть человеческой деятельности где талант решает реально ну человек написавший этот текст возможно писал в неделе но явно таких людей не очень и сейчас мы с вами видим следующий ролик показывающий как идея пошла в массы общепринятая трактовка этого ролика ну я же правильно сказал в рамках празднования года молодежи было запущено видео направленное на в в широком смысле чтобы молодежь сделала выдох в дом начала заниматься развитием страны а не развивала в себе культуру потребления 16 лет на мой взгляд в более узком смысле это уже моя точка зрения это там загоняние молодых и наивных душ движения наши как же так ты винтик в огромном чужой системе вот эти которые был там колется по поездам сейчас мы тут их воспитаем и вообще у нас все будет круто заходи на год молодежи то есть те кто поумнее они прекрасно понимают что наши это тоже не более чем управляемая чужим дядей где ты будешь батарейкой крупная система но с позиции добра тебя загоняют в функциональную труту вот на мой взгляд вот эти два смысла они есть в интернете появилось много ответных роликов я вам показываю на мой взгляд кто видел ответы то есть что это такое совершенно той же стилистики если я не хочу я давно вот это я пересматривал на чуть-чуть бюджет снят ответ на инструкцию и и и и и и и ты и и и и и и и и и Волосы воняющая дорога Кружит голову, как свет в свету руси Волосы воняющая дорога Кружит голову, как свет в свету руси Волосы воняющая дорога Кружит голову, как свет в свету руси Волосы воняющая дорога Кружит голову, как свет в свету руси Волосы воняющая дорога 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 Прекрасная доля Я начинаю Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Давайте узко Мы поставили два ролика По содержанию поговорим Насколько они отличаются между собой по качеству, по уровню, по силе Ну, на мой взгляд, второе, оно значительно слабее, но слабее текстов То есть мысли не так кристаллизованы, не так подобраны в видеоряд Но это всё равно отличный ролик Он имел огромный вирусный эффект, особенно после первого Его бюджет, я об этом уверен Он равен почти строгому Ну, не просто Наоборот, он ничуть не слабее текстов Но в видеоряд Слабее меня срок Ведущего Дешевле Ну, вот Мнение, которое не важнее и не менее важное, чем моё Мнение другого потребителя этого ролика Что ролик такой же Давайте на этом остановимся Мнение Ролик такой же Ну, во-прежнему обсуждаем год молодёй Вирус работает Он доносил следующих пациентов Во-вторых Очень важный момент Вирус-стариквама, выпущенная на волю Она всегда начинает двигать свою жизнь Она всегда начинает мутировать И превращаться в что-то другое В данном случае Вот То, что сейчас вы увидели Да, прямой ответ Почему за будущее страны За культуру потребления Отвечают те, как 18-20-25 лет Отвечают те, кто Деньги Миллионы, наверняка, рублей На год молодёжи Ну Согласитесь сильные роли Оба сильные Вот Я По разбору всех этих тем Просто прихожу к поводу, что Правильно сделанная вирусная реклама Правильное позиционирование в рамках вирусной рекламы Это какая-то невероятная сила Это действительно то, что способны с нулевыми вложениями Не надо быть вороном бафотом Или даже борисом биризосом Чтобы ставить власть в отдельную землю государства Твиттер В каких там странах Твиттер блокируют В случае массовой фазы У нас пока не блокируют Ну Ну Собственно не об этом Ещё будет пара роликов Будем чуть попозже А Переролик А Заканчиваем Чё, Серёжа? Отпереролик сделаешь? Четыре минуты Окей, тут как раз таки там Два часа занимаешься Немножко там С ушняками А вот Простые числа Что Двадцать пять процентов людей Делают серьёзный выбор Не сей, что покупают Автомобили Мебель Крутовую технику Бренды Исключительно основываются на рекомендации знакомых Ну На самом деле Не думайте, что Эти двадцать процентов Наверное, такие тупые Непонятно кто эти люди вообще Ну вот себя спросите Чё последние покупали там Дороже десяти тысяч рублей Каждый вспомнил, да? И как вы это купили? Ты порекомендовал Отлично Вот Решу я порекомендовал Я когда-нибудь Чё ты порекомендовал Я больше других спрашиваю Он не говорит А откуда он узнал? Это отдельный вопрос, конечно Ну Понимаете Это суть человеческой правды Не надо её оценивать Как хорошую или плохую А двадцать процентов Готовы изменить мнение Из-за плохих отзывов Игнорируя свой личный опыт Это вообще парадокс Ну Вам, конечно, известно Описание этих классических Экспериментов в психологии Когда человек осажает В группу Все кроме него Пацаны и утки И Всем раздут одинаковые Белые листы бумаги Аккуритатор Занудным тоном Задав там Три простых вопроса Начинает говорить Пожалуйста там Какого цвета лист бумаги? Встаёт там Человек А и говорит Чёрный Хотя не белый Чёрный, чёрный А он седьмым сидит Из-за одиннадцати И когда доход До него очередь Он всё это говорит Чёрный И это Ну Факт в том Что Внушаем Это подтверждается Не на каких-то там Леймингов Бабушках И психически слабых людям Это подтверждается На большинстве людей Так здорово Так здорово, правда? Мне кажется Надо использовать Ну Мелочь, но интересно Любая вирусная реклама Нуждаётся посеять Да? Когда, где и кому её показывать То есть Вот то, что я вам показывал Утконос Когда было куплено там Десять топовых блогеров А Тёма Лебедина Был куплен Либо замотивирован Аж там Четыре раза Для Утконоса Это конечно там Ну Эпик фейл В этой сфере Время В социальных сетях Сейчас Самые Ходовые времена Одиннадцать Пришли на работу Работу Сделали уже И повесили Социальные сети Значит Шестнадцать-тридцать Первым ходом Пришли домой А это поедем Вот Вот они пики Когда надо вбрасывать Ну Часто у меня есть Потом расскажу У меня есть Довод, что Время вброса не имеет Вообще никакого смысла Ну Я потом расскажу Ни с кем умным Мне эту тему Вот Кто обещал Мне поддискутировать не удалось Встаю на позиции Что время вброса не имеет Вообще никакого смысла Ну Сама Так Как заслал Либо Покупать Топового блогера Либо Есть Сам шанс Проплатить Какому-нибудь Федеральному каналу Ну На этом Вторая часть Взялась Теория Все Потом Мы Прав Неужели Дальше Ты будешь показывать свой Теория 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 чужие ролики посмотрели значит я предлагаю три темы четвертая для особых любителей кому не интересно политика есть группа осевая мне очень нравится вот тут одна вот тут старая совершенно свободная тема понимаете что это не более чем попытка проверить можно ли сочинить вирусный ролик в таких условиях выберите из своей команды человека и снимите ему вирусный ролик у нас в октябре выборы мэра Волгограда один мой знакомый объявил себя кандидатом немедленно стал фигурантом уголовного дела ну собственно у вас есть аналогичная возможность политика в скобках религия секс ну второе банальное да товар и услуги есть бренды там все о чем мы думают где-то работают хотят пиарить какие-то свои товары предлагается не обязательно используя в положительных раньше времени интернет соответственно любую товар услугу и пиар шоу да возможно в ком-то умирает талант борисова моисеева или еще какой-нибудь вывести на эфир новых уранских бабушек но для этого на самом деле не более чем и вот тема мне самому особенно нравится я бы наверное попытался сам ей заняться придумайте любую нетрадиционную ею такую дурацкую ненужную скажем так которую никто не ждет и не ищет и попробуйте вирусном ролике промыть ей мозги ну скажем что деньги не нужны и в принципе не нужны как явление я вот пока что мистер приман об этом доходчиво рассказал и их неплохо бы отправить вам лично на абонентский ящик ну такая упрощенная женщина любую сектор да обычно они долго готовят программу тут можно будет сюда попробуйте придумать нетрадиционную идею и промыть ей мозги в рамках вирусного ролика вот то чего люди явно не понимают они понимают что они будут агетировать за мэра они понимают что их будут агетировать что-то покупать они привыкли что их примывают мозги от черепной группы серебро и так далее это ожидаемо а вот это вот афера с годом молодежи вот мне кажется это из этой оперы люди не ждали такого за год значит сейчас будет такая пауза да на пару кадров на один ролик давайте придумаем на что у вас хватит пороха подумайте что у нас будет новый пункт звезда реклама чего-то я хотел вам найти идеальные рецепты хорошего вирусного ролика значит побольше эротики юмора и животных ну вот и конечно вас по поводу вас мастерман и эротика безусловно значит здравствуйте а что вы тут делаете эротический видеочат это очень хорошо а не могли бы вы заодно помочь мне отрекламировать интернет-магазин smart up точка ру а это как смарт дефис ап точка ру ну вот как то так здравствуйте я анатолий вассерман и сегодня я хочу рассказать вам про интернет-магазин смарт ап точка ру но в интернете уже нельзя так просто это сделать ведь недостаточно просто сказать вам что теперь в одном интернет-магазине собраны книги софт игры гаджеты увлекательное видео аудио что это очень удобно и главное легально нет мне нужно сделать вирусное видео что нам нужно для вирусности эротика была дальше вирусный персонаж ну вирусный персонаж положим отличный дальше сумасшедший танец есть дальше милые животные котята банально щенки тоже сто раз были пусть будет гусь в чепчике пусть он держит шарик видели это чтобы у видео заставка была заманчивая следующий пункт леопардовый ковер и отборная ругань стерва тазоин курвазавр будь мужиком зайди на смартап точка ру ёрш твою медь ух чудненько теперь что-нибудь придумать для женской аудитории ну это я могу вирусная реклама готова осталось название хорошее для ролика придумать пусть будет вассерман раздевается жесть смотреть до упора в вот оцените сколько видео с сарманом даже я даже не могу в левом верхнем углу это уже в нем так это уже не из презентации давайте упали Ну, понятно, что шутки шутками, но вот видео, то, что мы сейчас с вами смотрели, несмотря на то, как оно снято, это, правда, один из билостных роликов интернет-магазина «Смонтап», с хорошим количеством просмотров, с переходами, со всеми делами и так далее. Я был осенью на интернете, где выступали товарищи, статизирующиеся на всякого рода вирусном подвижении, и, честно, у меня немного рассказывали, в том числе подробностей, возникло ощущение, что это все очень гордо называлось «цвет рынка диджитал в России», топ-100 крутейших, вообще крутейших из крутейших. На самом деле, реально сложилось впечатление, что уровень общий, очень колхозный, и креативы создаются на ровном месте, не особо включая голову. И вообще есть ощущение, что рынок пустой, на самом деле, что реальные люди с реальным головами, реальным креативом, они на него не пришли, их там просто нет. Описывались некоторые контекстные компании, я не буду их называть «компанией», как они проводились, к чему они приводили, ну, креатив такой, знаете, на тройку, на мой взгляд. И как он вел в продаже, к чему это все приводило. Можете, конечно, там вне целевой аудитории, хотя мы продавались вполне товары, которые были бы интересны. У меня не сложилось впечатление, что это недостижимые годы. Ну, и вот мы с вами смотрели там «Улучшайзер», «Оффект» — это все. В продаже мы не умеем снимать ролики, у нас нет органов для этого. Хотя, вот… Нет, сейчас-то в большом отсчете. Кстати, да, а снять что-нибудь прикольное с помощью маркера и капельной стенки, ну, так совсем, совсем, да, умея рисовать определенную фигуру. Не все смотрели, да, и никто не реагирует, ну ладно. А что про маркера? Я помню великую рекламу-то у Агилы про фальсвайтинг-то приколепную. Ну, да, бюджет там, да, риск бумаги и маркеры. Ну, и мозги, конечно, не будут. Поэтому, ну что, выберем политика, шоу, товары. А в каком формате надо обсуждение? Вот, вот, выскажите, что-то. По командам или хорошее идей. Вот, 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 попал, вот, я же специалист, все. У нас сценарная идея, так не могу. Да, то есть, нет, я, конечно, могу у вас принять решение, но это будет, наверное, неправильно. Предложить вам попиарить, там, вам Роман Визду, а вам политика на Ромера в Углеград. Сергей говорит «тру», да, раз все мы говорим, а он показать будет. Мне кажется, что вполне можно придумать и рассказать, что он. Нет, 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 мы снимать не будем, да, мы расскажем. Понимаете, вот, идея вирусности – это идея. Вот, люди, которые основали и развивают, например, affect.ru, рекламное агентство, их спрашивают, а почему вы этим занимаетесь, как вы этим занимаетесь. Они говорят, нас там прет от желания сделать что-то нереальное крутое. Мы это просто придумываем, идею, а потом, там, продакшен может сделать, там, любая видеостудия, какой-то, в Москве, тысячи. И у нас там можно модели какая-нибудь набрать или еще где-нибудь. Вот. Ну, не в этом проблема. Не в этом проблема. А проблема в идее. Кого прет? Они. Пока нет. Налин мало. Мало налин. Мало налин. Надо налить больше. Сергей, у тебя есть идея, я слышал. Ну, что ты уже придумываешь? Ну, вот, в церкви, мы тут с Эндрю посовещались, и вот. Ну, Вась, Талик, вовлеките свой. Ну, я надеюсь, мы должны разделить. Вот там, Базиль. Базиль, Коми, Совет. Совещание. Совещание. Давайте. Первый раз мы будем. Давайте. Чем-то минуте перерыв. Совещание. И по-думу. Я за мной, Коми, Северок. Я за мной, Коми. Он пришел. Дирекировал. С нами? С нами. Я просто стою. Я просто стою. На самом деле, идея банальная. Спасибо. Вроде в какой-то раз. Ну, как я все это. Яблюсь с конфетами. Почувствую. Почувствую. Да, ну, да. Мы очень весь мир салатом. Да. Коми. Все на детей. Ну, знаю. Главное, идея кипят. Ну, какая идея. Все на детей прекрасно. Да. У вас в этом человек приедет. А, не по-другому фрагу? Не, ну, кого? Кого? Ну, просто кипят. Ну, упал, а с мусором. Ну, вирус, если что-то вот такие. У тебя должно быть желание кому-то там отправить, запустить с ощущением там вау. Сейчас очень актуально удобряем на гражданской стране. Это просто. Согласно его на образование, очень трудно открыть. Согласно его на образование, очень трудно открыть. Согласно. Ну, и вот с этим. Ну, и что, давайте с другого пойдем. Что? Что мы чаще всего говорим? Устить Рождаев. Устить Рождаев. Нет, нет, нет. Я тебя здесь играю. Куча вы, я писали. Хотя, пусть управляются, что вы... Ну, все. Я просто не поднимаю за нее, вратся вот. Как бы мне пошли. Давайте усуждаем людей. Помогайте мне уже. Ну как я вижу. Чупачок, леденец, шоколад. Он подпрыгнует и соревает. Хоть из него уже отрыгнует идея. Они отличные. А потом... ...воспорожные. ...воспорожные. Жесть, конечно. Жесть, конечно. Жесть, конечно. ...воспорожные. Никакие доставшие измены. Можно еще пару камер? Можно вас сразу обновлять? Почему? ...воспорожные. А теперь как? За слово с предерателем. За стоп. ...воспорожные. 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 ...на что? ...нарисит водой полет. Подойдем для всех. ...воспорожные. 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 ...непрохожные. ...нарисит водой. ...поих. Поэтому очень приятно. Проблема в интимной сфере. 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 Проблема в интимной сфера. Вот у нас команда, сидящая от меня справа, а вообще слева. У нас уже жалобстана готова. Выталкивается из своих рядов. Давай, выталкивается из своих рядов. Это кладчик. Тунцовая тунца нашего. В квадратном экране появляются два белых человечка. Левый. И тот за ручку гуляет. В кафе какой-то идут. Честно говоря, не знаю, как это будет обыгрывать. Рисованный. Рисованный. Да. А потом куда-то идут. И начинает ритмично прыгать на экране. И, значит, правый человечек, он какой-то... Становится понятно, что он, видимо, из ваты. И какие-то части отваливаются. А левый сволочек прыгает и прыгает. Строго периодически... Процесс. А что дальше будет? Начало хорошего. Два анекдота сломанного. А. Да. Активный. 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 А, тут, значит, у левого написано. Активный гипс. Правда? Пассивный. А потом, видимо, все стихает и написано. Решение для идеальных поверхностей. Активный гипс. И все, значит, в цветах белосиних. Волна у нас такая конторная. Гипс делается. Идея в общем. Активный гипс. Активный гипс. Волна. В цветах волна. В цветах волна, так все. Как не покопаешься, но если один раз посмотришь, становится понятно. Ну, примерно так. Я люблю. Волна. Взять идию. Взять идию. Волны продукты вообще. Выпускай. Если попрет. Это с аптеками договариваются. Вот ладно, я тогда пойду в Зону. Нет, если серьезно, технология, которая тут была, переизобретена, заключается в том, что старательно в рекламе, люди же не любят рекламу, они считают, что им что-то впаривают, и они всегда пытаются, инстинктивная реакция защиты, когда ты не знаешь, от чего ты защищаешься, то ты не защищаешься, ой, прикольный бой, да, а потом отрывыся, понимаете, что это там какая-нибудь промывка на руках. Бегарная рекламная технология, когда рекламируется что-то совершенно другое, но рекламируется продукт, например, что-то фантастический. Вот этот башкин активный гипс, там, конечно, неделю шлифовать и шлифовать, но могу вспомнить рассказ, который я слышал в этой октябрьском мероприятии, что продвигалась качалка, виртуальная качалка, там зеркалочка, по-моему, она. Зеркалочка. Да, и там все железки для бодибилдинга и всего остального были сделаны из деталей фотоаппаратов. Значит, там кантейнер, два фотоаппарата соединены объективами, значит, какие-то там детали, что-то собрано, там в режиме работы затвора надо было шевелить мысой, вы придумали целый персонаж, то есть люди понимали, что происходит какая-то невероятная туфта, не бывает такого. Причем он псевдонаучно объяснял ее эффект. Да, было снято множество в рамках этой компании псевдовирусных роликов на пиар вот этого идиотского продукта, качалка-зеркалочка. Был арендован офис, там начинали село объявление о скором старте занятий, люди записывались, был сделан фейковая группа ВКонтакте, они не собираются этого делать, но люди сделают группу ВКонтакте или клуба-зеркалочка. И, то есть, накачивался интерес к продукту, которому не было этого продукта. Чистая туфта. И там день вскрытия, там, 2 апреля, все ссылки на всех сайтах заменяются на сайт, фуджифилм, там, фуджи новый фотоаппарат выпускает, и вот вся эта накопленная масса людей, заинтересованных, интерес глупый, но он колоссальный, в новом продукте, вот он весь кидается там на нужную вещь. Единственное, в чем, вот у меня был вопрос, аудитория, то есть, кто, там была какая логика, люди, которые любят, конечно, заниматься своим телом, это, наверное, те же самые, кто покупает зеркалки, считают себя, там, клевыми персиями, идут клеить женщины. Ну, я сейчас так, немножко отгрубляю картину. Тем более, что это не реальная зеркалка, там, псевдозеркальный фотоаппарат, там, моногетин, у вас, кто? Мы для себя делаем. Тогда слов нет, все, прекращаю тебя интересен. Рассказывайте. Ну, я попробую, конечно. Да, просто у меня участники группы, за что, что-то, что-то извращу их гениальные мысли. У нас получился два ролика, один более четкий, но другой какой-то. Один мангер, новый фильм. Короткий ролик. Темный экран. Звук удара, крик и падающего тела. Потихоньку светит экран, и в кадре мы видим девушку, то есть ее видно, вот, доу-бук, роскошный бюст, прекрасные яркие губы. Она улыбается, и мы видим, что низко зубов выбиты. Экран гляснет, появляется чабачус, и надпись «Сосать, а не кусать». Второй ролик трудно сформулировать. Ну, допустим, так, в видеоряде идет видео разных чабачус, которые выпускались, там, с поколевиков, такой, ну, хрометрас такой исторический, там, такие, 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 такие. И вот идет надпись, там, мы научили весь мир «Сосать», но для взаимного удовольствия нужно два чабачуса, или один презерватив. Представляем, много чабачусов с жвачкой в форме презерватива внутри. Пусть будут довольны оба. Сделаем каждый чабачус счастливым. Да, сделаем каждую семью. Вот, отличная концовка, сделаем каждую семью счастливым. Да, пожалуйста. А что продвигается? Чабачус, естественно. Конфеты. Ну, и заодно немножко состоять рекламу о счастливой семье. На самом деле, вот, парадокс. Вроде не сговаривались, люди разные. Дружно выехали на тему, всех волнуют социальные проблемы. Всех волнуют сексуальные и социальные проблемы. На самом деле, этот ролик можно было передать, допустим, к стоматологическим, понимаешь, да? Зубы. Да, мой стоматолог. Ну, надо отметить, что там проработка глубже, да, там, начали ранее. Дальше, закончили позже. Ну что? Молодцы. Я, на самом деле, считаю... Нарколочку назад. И руку назад. Нарколка и интерволка круто смотрят. Хорошо, то я сделаю. Что хочу сказать. На самом деле, даже такой кустарно поставленный эксперимент показывает, что если задача правильной задачи... покурить, да, подготовить атмосферу, то бюджет-то не нужен. Вам, по сути, для создания вполне годных, вполне годных вирусных роликов, не хватило только технолога. То есть, там, дать человеку, который был способен, там, это сыграть, таких много, и это снять и, там, выложить зашитой ссылкой. Все. В общем, мотив, там. С одной стороны, не боги горшки обыграют, другой талант все-таки нужен. Всем спасибо! Не волнуйтесь. Я ничего не заседал. Итак, мы с вами злостно перебрали то время, на которое собирали, в полседьмого. Так что, кто соскучился по Xbox, развязаны руки. Можно взгомнуть. Вы взгомнулили. Взгомнуть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! КАМОНЕН ДЕНСК, 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 КАМ Субтитры создавал DimaTorzok